приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой сегодня я вам хочу показать и рассказать как связать вот такую вот летнюю очень красивую нарядную интересную и с ажуром кофточку это уже второй вариант моей кофточки 1 я вязала из такой пряжи пряжи flowers оранжево-черную то есть было очень много вопросов по данной кофточки как я ее что делала поэтому я решила подготовить видео мастер-класс именно на такую модель кофточки то есть пряжа очень у меня интересное то есть это пряжа flowers с переходами из такого вот темно фиолетово-сиреневого цвета в бирюзовый то есть на резиночке у меня заканчивается уже бирюзовым цветом это пряжа с люрексом у меня то есть в данной расцветке такой синенький очень красивый интересный люрекс но опять же все по вашему желанию то есть вы можете взять пряжу без люрекса если вы например не очень любите такой вариант в изделиях то есть вот таким вот образом она выглядит и длина этой кофточки 58 сантиметров не ширина по груди в районе 90 92 сантиметра то есть это размер где-то 44 46 даже ближе наверное к 46 но опять же вот этот вот вариант он как бы свободный он не в обтяжку на размер 44 46 если вы например больше любите изделия чтобы они были более в обтяжку то на 46 вариант наш 46 размер эта кофточка будет сидеть идеально то есть вот таким вот образом она выглядит данную кофточку я вязала как я уже сказала из пряжи flowers у меня ушло ровно половина двух моточков то есть на протяжении всей кофточки я эту эту именно кофточку вязала именно из двух мотков пряжи то есть если вдруг у кого-то будет вопрос не с одного а именно с двух в процессе работы я еще это буду рассказывать у меня осталось еще пол моточка 1 и 2 этой в другой расцветки это будет у меня бирюзовый цвет переходящий в темно-синий очень красивую расцветку и из этой пряжи я планирую сделать свой следующий видео мк это связать кофточку как у меня красно-зеленая то есть очень много было вопросов по данной кофточки как я и вязала как я ее делала то есть вот я на нее буду готовить следующий видео мастер-класс поэтому кому интересная данная информация обязательно не забываем подписаться на мой канал чтобы не пропустить данную информацию итак начинаем итак для работы вам понадобится 2 на . пряжи flowers у меня это пряжа flowers с люрексом но я напоминаю что кто не смотрел мой видео обзор по данной пряжи что она есть это пряжа также без люрекса выпускается поэтому вы себе можете подобрать расцветку какая вам понравится значит составе у нее 53 процентов хлопок 43 процента акрил и 4 процента соответственно люрекс у нее 260 грамм тысячи метров именно эта расцветка у нас 32 54 опять же сразу могу сказать что такого моточка вполне хватает на кофточку размера 44 46 поэтому вы можете брать один моточек почему я взяла 2 потому что я планирую с этих двух мотков связать две кофточки на которые будут подготовлены на видео мастер-классы и так как на вторую кофточку мне необходимо два матка в связи с тем что она идет с рукавами мне нужно будет под делать нам подгонку то есть я соответственно сразу взяла 2 ма . пряжи flowers из которой я значит планирую сделать и из начальной вот этой вот ниточки фиолетового цвета переходящего светло-фиолетовый цвет я планирую сделать кофточку вот как оранжевая у меня оранжевый вариант а вот из следующей части это соответственно голубой вот переходящий в синий цвет я хочу сделать кофточку как у меня красная зеленая кофточка поэтому я взяла 2 ма . но опять же повторяю вы можете взять просто один моток на эту кофточку вполне его хватит на размеры до 46 также мне понадобятся круговые спицы вот такие вот это у меня троечка сразу у некоторых могут возникнуть вопросы почему такие достаточно но не тонкие спицы так как и пряжа в принципе тоненькая не знаю я вот вязала именно на это и толщине спиц оранжевую кофточку и так как это летний вариант все-таки полотно должно получиться воздушным не забитым то есть полотно для меня было достаточно комфортным и хорошим поэтому я взяла именно троечку далее вам понадобится тоненький крючочек им будет удобнее пользоваться когда вы шишечки будете вывязывать соответственно и еще вам понадобится несколько маркеров то есть вот такие вот у меня маркером у кого их нет в принципе можно просто булавочкой пользоваться то есть это как вариант тоже просто нужно будет отмечать начало узора и так работать мы будем по следующей схеме я вам ее покажу на экране значит рапорт начальный рапорт данного изделия я сейчас покажу это и так начальный рапорт данного узора 8 петель вот здесь у меня всего у меня 16 рапортов на данной кофточки это как я повторяюсь размер 44 46 ширина самой вот большой вот эти вот части где вот мы идем по кокетке это в районе 140 сантиметров то есть и ширина вот здесь вот соответственно 1 рапорта умнее сейчас покажу это примерно восемь с половиной сантиметров то есть вы таким образом можете уменьшить или увеличить размер вашей кофточки то есть если вам нужно связать другой размер я повторяюсь буду вот эту кофточку вязать на размер 44 46 и так для начала мне необходимо набрать 128 петель вот здесь 128 петель и провязать два ряда чулочной вязкой то есть так как мы будем вязать в круговую то есть это соответственно будут все петли лицевые мы провязываем то есть набираем петли и провязываем два ряда лицевыми петлями и так я набрала 128 петель соответственно из центра мотка и провязала два ряда чулочной вязкой то есть все петли лицевые сразу хочу сказать что кто будет вязать с одного моточка пряжи то есть обязательно оставьте вот здесь вот побольше ниточек можете даже не отмотать небольшой маленький моточек для того чтобы вот сделать вот эту вот обвязку края то есть чтобы облагородить край так как я буду вязать из двух мотков то есть у меня такой проблемы нет я просто напросто обвяжу потом со второго мотка вот здесь вот вокруг но кто будет вязать с одного моточка то соответственно не забудьте себе оставить вот этой вот ниточки начальной итак мы начинаем вязать первый ряд 3 лицевые петли вот таким вот образом накид лицевая накид 7 лицевых петель опять же накид лицевая накид 7 лицевых петель накид лицевая накид и дальше у нас опять идет 7 лицевых петель таким образом мы довязываем до конца ряда и следующий ряд мы провязываем все петли лицевые то есть второй ряд это у нас будет все петли лицевые сразу хочу сказать что на начальном этапе будет не очень удобно вязать на круговых спицах на 80 сантиметров то есть вы можете воспользоваться чулочными спицами вязать круговую или взять спицы на 40 сантиметров но опять же это ненадолго потому что сейчас у нас пойдут прибавления количество петель увеличится и в принципе на 80 сантиметров будет нормально комфортно вязать и так соответственно провязываем до конца ряда и второй ряд мы вяжем все петли лицевыми и так я провязала до конца третий ряд а также провязала четвертый ряд все петли лицевыми у меня получилось вот таким вот образом вяжем следующий ряд 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевой 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые 2 вместе лицевой наклоном вправо 1 лицевой 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая то есть таким образом мы провязываем до конца ряда то есть если вы уже видите по рисунку то есть мы делаем по два накида посередине одна лицевая соответственно и делаем провязываем по 2 вместе это вот здесь вот в этих местах то есть таким образом мы провязываем до конца ряда а также следующий четный ряд мы провязываем все петли лицевыми и так я провязала ряд до конца также провязала следующий четный ряд все петли лицевыми то есть у меня получилось вот таким вот образом дошла до маркера и теперь мы вяжем следующий ряд накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот таким вот образом накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид то есть если вы обратили внимание теперь мы делаем накиды вот по разные стороны от лицевой вот вот этой где у нас шли убавления то есть мы где провязывали по 2 вместе лицевой то есть вот таким вот образом то есть накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых теперь у нас получается дырочки которые мы здесь вот провязывали они у нас вот как раз посреди вот этих вот 5 лицевых петель 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид и соответственно дальше мы пошли вязать до конца ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше у нас тут опять лицевых то есть таким образом мы провязываем до конца ряда и соответственно следующий четный ряд мы провязываем все петли лицевыми и так я провязала до конца ряда также провязала следующий черный ряд лицевыми петлями вяжем следующий ряд 1 лицевая накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево таким вот образом 3 лицевые 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево пока еще не очень удобно конечно вязать на скоро уже будут пропавление будет поудобнее вязать 3 лицевые 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе провязываем лицевой наклоном вправо накид 2 лицевые далее мы соответственно повторяем узор вот таким вот образом у нас все это выглядит таким образом мы провязываем до конца ряда и соответственно следующий четный ряд мы провязываем все петли лицевыми и так я провязала до конца ряда у меня получилось вот таким вот образом также я провязала следующий ряд лицевыми петлями соответственно вяжем следующий ряд 2 лицевые петли накид 2 вместе провязываем с наклоном влево 1 лицевая 2 вместе провязываем с наклоном вправо накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые далее мы соответственно повторяем узор до конца ряда то есть у нас получается вот таким вот образом принципе уже по рисунку видно как что у нас где должно быть какая петля должна провязываться то есть я соответственно за кадром все это сделаю провяжу следующий ряд с лицевыми петлями и покажу вам результат работы соответственно как мы будем вязать следующий ряд и так я провязала до конца ряда то есть у меня получилось вот таким вот образом так вот здесь у нас получается уже по три дырочки вяжем следующий ряд 3 лицевые петли накид далее мы из трех вот этих вот петель провязываем 1 лицевой вот таким вот образом с наклоном влево вот так вот накид далее мы провязываем 7 лицевых накид 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево мы опять же повторяем накид и 7 вяжется лицевых у нас то есть таким образом мы про довязываем до конца ряда и следующий ряд мы вяжем все петли лицевыми далее я вам покажу уже в следующем ряде как мы будем вывязывать шишечки так я провязала до конца ряда то есть у меня получилось вот таким вот образом также провязала следующий ряд лицевыми петлями следующем нашем ряду будут вывязываться шишечки то есть делаем мы это следующим образом значит накид 4 лицевые провязываем и далее вот здесь вот где у нас закончился листик то есть вот вот в этой его части мы вывязываем шишечку следующим образом из одной петли мы провязываем 7 петель то есть это ли лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая у нас таким образом получилось 7 петель далее мы поворачиваем полотном вяжем следующий ряд изнаночными петлями далее мы опять поворачиваем полотно и вяжем 7 петель лицевыми ну то есть 1 кромочная мы снимаем далее 5 лицевых кромочная изнаночная далее мы опять поворачиваем полотно вот таким вот образом и вяжем первую кромочную снимаем 5 изнаночных петель и кромочная соответственно все таким вот образом у нас получилось мы провязали далее я беру крючочек вот таким вот образом потому что 7 петель подхватить достаточно сложно снимая вот так вот этих 7 петель на крючочек таким вот образом и провязываю таким образом лицевую соответственно далее надеваю ее на спицу то есть вот у нас получилось вот такая вот шишечка вот так вот далее мы опять же вяжем 4 лицевые петли накид делаем лицевая накид 4 лицевые далее у нас опять идет шишечка то есть в этом ряду мы помимо того что вывязываем шишечки мы делаем прибавление по всему ряду то есть вот здесь вот у нас накиды которые идут они идут без убавления то есть это у нас будет прибавление по всему кругу и далее мы опять же вяжем вызываем шишечку в 7 петель провязываем из одной вот так вот поворачиваем первую снимаем 5 изнаночных кромочная также последние изнаночные поворачиваем снимаем 5 изнаночных и кромочная также изнаночная то есть вот мы провязали соответственно шишечку далее мы берем крючочек снимаем все петельки провязываем вот таким вот образом и надеваем на спицу далее у нас соответственно опять идет 4 лицевые пятни 4 накид лицевая накид 4 лицевые петли соответственно дальше мы опять вывязываем шишечку то есть таким образом мы провязываем до конца ряда также следующий ряд мы провязываем все петли лицевыми я это сделаю за кадром покажу вам что у меня получилось и так я провязала до конца ряда то есть вот таким вот образом у меня получилось всего шестнадцать шишечек так как соответственно у меня было 16 рапортов узора вот так вот это получилось и провязала следующий ряд четные все петли лицевыми теперь мы начинаем вязать следующий ряд накид далее мы провязываем 3 лицевые петли далее 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо 1 лицевая таким вот образом 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево 3 лицевые накид лицевая накид 3 лицевые 2 петли провязываем вместе с наклоном влево лицевая 2 петли вместе провязываем с наклоном влево вот здесь вот здесь право был наклон 3 лицевые накид лицевая то есть вот таким вот образом мы довязываем до конца ряда по рисунку вяжем здесь мы видим как бы да то что здесь мы делаем накиды между ними одна лицевая петля и делаем провязываем по 2 вместе лицевой соответственно вот здесь вот рядышком шишечкой то есть таким образом мы провязываем до конца ряда и вяжем далее по рисунку схему соответственно я вам оставлю до следующих шишечек то есть первый рапорт так сказать первый листик я с вами провязала все подробно объяснила как это нужно провязывать показала соответственно как мы взять навязать будем шишечки то есть далее вы самостоятельно вяжете до следующих шишечек включая соответственно и сами шишечки я это все сделаю за кадром покажу вам конечный результат но в процессе работы я так думаю что у нас уже возникнет следующий вопрос то есть у нас скоро будет меняться ниточка то есть будет добавляться другой цвет что в данной ситуации мы будем делать то есть соответственно у нас есть 2 моточек пряжи который я показывала что он у меня есть то есть мы вначале обвязываем горловину то есть вот здесь вот горловину мы обвязываем потом соответственно когда у нас закончится именно вот этот вот свет из первого мотка мы обрываем ниточку и берем также фиолетовый цвет из 2 мотка но предварительно как я уже сказала необходимо обвязать горловину будем мы это делать следующим образом то есть в начале первый ряд мы провязываем крючочком вот таким вот образом столбики без накида в каждую вот петельку то есть вот так вот мы провязываем вот так вот мы провязываем соответственно до конца ряда вот до этого маркера мы провязываем а далее следующий ряд мы будем вязать ракушки то есть кто не знает я вам обязательно покажу то есть вот у меня закончилась ниточка я беру ниточку со 2 ма . и соответственно я провязываю дальше дальше я здесь это завяжу эти ниточки то есть вот таким вот образом я буду провязывать до конца ряда видите нам нужно благородить соответственно вот край наш это мы завяжем то есть должно получиться в итоге вот таким вот образом то есть первый ряд провязали просто столбики без накида и потом ракушки то есть соответственно я сейчас до конца ряда довяжу за кадром и покажу вам как мы будем здесь обвязывать следующий ряд итак на этом первая часть видео м к как связать красивую ажурную летнюю кофточку спицами из пряжи flower закончилась в конце видео я обязательно оставлю вам схему по которой вы сможете вязать самостоятельно до следующих шишечек кому понравилось видео ставим лайк обязательно подписываемся на мой канал чтобы не пропустить следующую уже заключительную часть которой мы довяжем эту кофточку до конца до новых встреч и и Продолжение следует...